24 сентября в Краснодарском крае скорость ветра местами достигала 40 метров в секунду. Шли сильные дожди. Из-за стихии на линиях электропередач произошли многочисленные обрывы. Были повреждены кровли из зданий, повалены рекламные конструкции и деревья. Всего в ночь с 23 на 24 сентября без света остались более 180 тысяч человек. В числе пострадавших и Славянский район. Подробности в первом материале выпуска. Утро 24 сентября в районной администрации началось с экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причиной тому послужил сильный штормовой ветер, порывами до 35 метров в секунду. На территории района был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В зоне особого риска оказались шесть сельских поселений района. Ачуевская, Черноярковская, Голубая Нива, Петровская, Анастасиевская и Протокская. С четырех часов утра из-за сильного юго-западного ветра скоростью 20-30 метров с порывами до 35 произошло аварийное отключение семи высоковольтных линий мощностью 10 кВт. В результате чего было обесточено 11 населённых пунктов в шести сельских поселениях. Без энергоснабжения осталось почти 13 тысяч человек. В связи со сложившейся непростой обстановкой губернатор Кубани Александр Ткачёв провёл экстренные заседания Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. На видеосвязь вышли главы районов края, где введён режим ЧАЭС. Александр Ткачёв попросил доложить о сложившейся ситуации и о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий непогоды. Глава Славянского района Роман Сенеговский также отчитался о ситуации в муниципалитете. Он отметил, задача стоит непростая, но все службы Славянского района находятся в режиме готовности. В результате того, что ветер не утихает, получается не так, как хотелось бы. Но к концу дня мы соберёмся, спронозируем ситуацию, определимся, кто будет работать в ночное время для того, чтобы все последствия стихии ликвидировать. Александр Ткачёв поручил членам комиссии по чрезвычайным ситуациям активизировать работу по устранению последствий ненасти, направить на это все силы энергетиков и МЧС. Очень много зависит от команды. Подготовленной, слаженной, вертикальной власти, штабов, представителей бизнеса. А это единая команда, которая должна помогать и сегодня ночью, и завтра, с утра и так далее. А, конечно, то, что касается расчистки, ее нужно не прекращать. Из-за ночного разгула стихии в нашем районе без света остались 7 школ, 5 детских садов, 5 котельных, 6 насосных и 19 водозаборных станций. Причинами отключения послужили обрывы проводов линий электропередач, падение веток деревьев на электропровода. Для ликвидации последствий непогоды создана рабочая группа, в составе которой сотрудники администрации, работники коммунальных служб. Они разбирают завалы, работают над восстановлением света в домах. Для решения задачи по восстановлению электропроводной линии было привлечено 17 аварийных бригад предприятий Кубаниэнерго и НЭС в количестве 68 человек и 10 специализированных техник. На 11 часов 25 сентября остается без электроэнергии порядка 400 человек в городе и районе, одна школа, два детских сада и один водозабор. Работы по ликвидации планируется закончиться сегодня абсолютно. Восстановительные работы ведутся и в настоящее время. По прогнозам синоптиков, ветер в крае стихнет в ближайшие сутки. Погода нормализуется к выходным. А пока службы ГОИЧС рекомендует воздержаться от поездок на Азовское побережье, принять необходимые меры для защиты своих домов и без особой необходимости не покидать свои жилища. Главное, будьте внимательны и осторожны. Берегите себя и своих близких. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».